Этим утром горожане заметили у Успенского монастыря утонувшую легковушку. На место выехали спасатели, оказалось водитель жив. Но дал журналистам весьма странные комментарии, что машина несла за собой шлейф несправедливости и сейчас ей легче. В ГИБДД данных о ДТП на берегу не было. Еще несколько новостей коротко далее. ДТП Сегодня опубликовала руководитель агентства по туризму края Юлия Верхушина. Напомним, на идею привести место к современным стандартам Верхушина получила упреки от экоактивистов. Якобы ремонт испортит воду и природу вокруг. Анализ воды сделали как раз для того, чтобы перепроверить, есть ли вред от вмешательства. Ее брали дважды, до и после. Сегодня Юлия выложила свежие фото родника. Теперь он под крышей и с удобным спуском. В Красноярске появился первый общественный зооинспектор. Удостоверение номер один в Роспотребнадзоре выдали Кристине Лобутиной. Закон позволяет ей проверять приюты для животных, фиксировать факты нарушений, жаловаться на полицейских, если они не возбуждают дел о жестоком обращении с животными и отправлять отчеты и наблюдения в органы власти, вплоть до федеральных. Федерация лыжного спорта определила, когда юниоры мира будут соревноваться по фристайлу и сноуборду. Первенство запланировано в Красноярске с 15 по 28 марта 2021 года и должно пройти на трассах кластера Сопка. Планы планами, но соревнования по другим лыжным дисциплинам в марте федерация отменила. Этой ночью слесарям аварийной коммунальной бригады устранять засоры помогал пес. Собака ночью вышла к людям, когда они доставали из колодца спущенную кем-то тряпку. Помощник то хватал зубами тросы, то край колодца словно понимал, что делать и чем помочь людям, написала пресс-секретарь Краскома Татьяна Лукина у себя на страничке. Говорит, работники не догадались снять видео, устали, но собака настроение им подняла точно.